Приветствую вас, друзья! Сегодня, 7 марта, Швеция официально стала 32-м членом НАТО. Церемония поднятия флага Швеции над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе состоится в понедельник, 11 марта. Еще в 1994 году Швеция присоединилась к программе «Партнерство во имя мира», а в 2013 году – к силам быстрого реагирования НАТО. В 2014-м, в ответ на аннексию России и Крыма, Швеция стала партнером программы расширенных возможностей НАТО. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Швеция и Финляндия приняли окончательное решение о необходимости вступления в НАТО, чтобы быть защищенными в случае агрессии против них. 18 мая 2022 года Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО. Финляндия была принята в НАТО 4 апреля 2023 года. Процесс вступления Швеции после подачи заявки длился почти два года. Трудности были обусловлены позицией Турции, блокировавшей вступление Швеции из-за проблем, вызванных финансированием курдов и Венгрией. Президент Турции Эрдоган подписал заявку Швеции в конце января этого года. Новый президент Венгрии Томаш Шуйок поставил свою подпись 5 марта. Сегодня Швеция официально вступила в НАТО. Соответствующий протокол появился на сайте Госдепа США. Теперь это 32-я страна НАТО. Что случилось? Почему все это происходит? Напомню, что вся пропаганда и идеология Путина построена на противостоянии НАТО и недопущении расширения НАТО на восток. Однако именно в результате нападения на Украину НАТО расширилось еще на две страны. Одна из которых, Финляндия, имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 километров. А общая граница России с НАТО составляет 2555 километров. Каких-то 20 лет назад Путин заявлял, что не считает НАТО врагами. С трудом представляю себе и НАТО в качестве врага. Вы понимаете, дело в том, что мы не относимся к НАТО как враждебной организации. Конечно, нет. Также он заявлял, что народы и страны сами имеют право выбирать способы обеспечения своей безопасности. Народы и страны сами имеют право выбирать способ обеспечения своей безопасности. В частности, речь шла и за Украину. Тогда Путин не видел ничего плохого в том, что Украина стремится вступить в НАТО. Украина – суверенное государство и сама вправе выбирать путь обеспечения своей собственной безопасности. Но, скажем, участие вот в том совете, который мы создали сегодня, это нужно обсуждать с членами совета, с членами Североатлантического блока, с генеральным секретарем. Я считаю вполне возможным и, в принципе, не вижу здесь ничего особенного или нечто такого, что омрачало бы отношения между, могло бы омрачать отношения между Россией и Украиной. Но чуть позже он начал противоречить сам себе. Он заявил, что вступление Украины в НАТО неприемлемо, так как там могут быть размещены системы ПРО, способные сбивать российские ракеты. Инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам. И теперь мы видим комплексы противоракетной обороны с МК-41 в Польше и в Румынии. И у нас есть все основания полагать, все то же самое произойдет и в случае принятия Украины в НАТО. Но уже на украинской территории. Ну как же мы можем об этом не думать? Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны. Большую часть своего выступления 24 февраля 2022 года, в котором он объявил о решении напасть на Украину, Путин посвятил теме расширения НАТО на восток и заявил, что это несет прямую угрозу для России. Уже сейчас, по мере расширения НАТО на восток, ситуация для нашей страны с каждым годом становится все хуже и опаснее. Более того, в последние дни руководство НАТО прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать продвижение инфраструктуры Альянса к границам России. Другими словами, они ужесточают свою позицию. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это было бы с нашей стороны абсолютно безответственно. Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического Альянса и начавшееся военное освоение территории Украины для нас неприемлемо. Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства, его суверенитету. Это и есть та самая красная черта, о которой неоднократно говорил. В тот же день российские пропагандисты кричали, что Путин решением напасть на Украину остановил расширение НАТО. Однако, как показало время, он его только ускорил. Не напади он на Украину, Швеция и Финляндия до сих пор бы не были бы членами НАТО. В вопросе расширения НАТО Путин 100% проиграл. Вот взяли и затащили в НАТО Финляндию. На что были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине 20 века, все давно решены. У нас самые добрые, самые сердечные были отношения. Экономически все развивалось. Да, в лесном комплексе там были проблемы какие-то, но связаны были с необходимостью развития лесопереработки внутри страны. Ну и все, это чушь, мелочь на самом деле. Проблемы не было, теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто. Россия самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Явились новые территории. Ну вот и такой все-таки значимый результат для России. Для Украины расширение НАТО является хорошей новостью. Ведь мы также являемся кандидатом на вступление в Альянс. А украинская армия стремительно переходит на стандарты НАТО и на вооружение НАТО. К тому же все мы помним позицию Швеции, которая заявляла, что вступление в НАТО разблокирует передачу Украине шведских самолетов Джаз 39 «Гриппен». Субтитры создавал DimaTorzok